Всем привет и снова здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня хочу поделиться своим, скажем так, уловом в магазине FixPrice. Забежала я туда за пакетами для мусора. Я уже рассказывала, что я беру пакеты только там. Мне нравится это ароматизированные, как написано, биоразлагаемые. Да, они тонковаты, но в принципе, я считаю, все равно они достаточно прочные. И пользуюсь только такими. Покупаю с разными ароматами. В этот раз особо выбора не было. Были ванильные и написано лимон. Но лимон, честно говоря, больше пахнет ванилью также. Наверное, пропахли, как говорится. В общем, взяла две таких упаковочки. Здесь написано 60 литров, здесь 30 литров. То есть эти пакеты больше. Я, честно говоря, даже не посмотрела, сколько литров. Я думала, они совершенно одинаковые. В общем, взяла вот две таких упаковочки пакетов для мусора и взяла пару таких контейнеров. Увидела рекламу в интернете или на сайте FixPrice, я уже не помню. В общем, захотелось мне такие контейнеры. Но, честно говоря, думала, они объемом побольше. Там были еще прямоугольные. Они гораздо меньше, чем эти объемом. Для хранения каких-либо продуктов вот такая крышка. Она упакована в пакет. Тут вот такая резиновая штучка. То есть все закрывается достаточно прочно, герметично. Но информации об объеме, к сожалению, никакой нет. Просто контейнер для еды, для ежедневного использования в быту. Не меняет цвет и не впитывает запахи. В общем, трет-ет-ет. Хотя крышка вполне может менять цвет и впитывать запахи. Но срок годности не ограничен. В общем, не совсем понятно, какой объем. Но, я думаю, что-то ближе к литру, наверное. И вот единственное, что... Так, а это что за стеклышко тут? Так, вроде бы у меня ничего не... Нет, ничего не побито. Все полностью. Но это, наверное, может от какого-то другого контейнера. Вот, но единственное, что вот как-то вот... А хотя нет, все правильно все стоит. Нет, пошатывается все равно. Вот видите? Потому что здесь такая вот выпуклая штучка. В общем-то, какая-то стекляночка. Надо ее сразу выкинуть. Вот, но мой контейнер полностью целый. В общем, я прикупила таких целых два. Вот второй. Сейчас открою, даже посмотрю сразу второй. Так, ну ничего не отбито, не отколото. Второй, значит, тоже целый. Все в порядке. Так, дальше что я купила? Упал глаз на вот такую крем-хну. Я периодически посматриваю на всякие косметические штучки в фикс-прайсе. В прошлый раз вот брала шампунь. Не понравился. А маска для волос, масло, вернее, для волос понравилась очень. Коза Дереза. Когда будет заканчиваться, в общем-то, возьму еще раз обязательно. То есть, повторю. Взяла вот такую крем-хну для бровей. Цвет горький шоколад. Она уже готовая в тубусе. Или как она правильно называется эта штучка? В общем, в тюбике в таком. Цвет. Так, цвет горький шоколад с маслами органы и жожоба. Не содержит аммиака, перекись водорода. Ну, честно говоря, не знаю. Написано фито. В общем, посмотрим, как будет она в итоге. Как она будет держаться, как что. Ну, вот ту хну, что я брала в азоне, мне, в принципе, очень понравилась. Ну, это привет от моего соседа. В общем, как обычно, когда начнешь чем-то заниматься, начинают сверлить. В общем, взяла вот такую хну. Сверлить он вроде перестал. В общем, в ближайшие выходные попробуем. Так, увидала вот такой аромодиффузор. Я уже показывала вам в одном из своих видео аромодиффузор, который я приобрела в магазине Fix Price. Стоимостью тот был, по-моему, 77 рублей. Это гораздо больший объем. Написано, что это аромат лаванды. Я доставала из коробочки, в принципе, нюхла. Здесь стоимость выше 199 рублей. Я, правда, говорила, что я уже больше брать не буду. Здесь вот такое количество палочек. По-моему, 8, да. 8 палочек. Попробую, как будет этот. Но тот мне, честно, не понравился. Мне оставляли комментарии, что используют в уборной комнате. Но хочу сказать, в уборной комнате тоже аромата совершенно никакого. Значит, взяла вот такую лаванду попробовать. Посмотрим. Ну, какой-то у нее такой цвет, конечно, немножко мутноватый, смущает. Ну, ладно. Вот. И еще один. Вот такой. Это жасмин. Мне понравился аромат. В общем, посмотрим, как будет тот. Да, кстати, тот тюбик за 77 рублей мне не понравился. Тем, что, в принципе, в комнате вообще аромата нет. А в уборной комнате его практически нет. Ну, чуть-чуть совсем-совсем. Ну, вот и то не постоянно. И очень быстро закончился. Я не знаю. Там написано было, по-моему, 3 недели. То закончился недели за 2. Так, а интересно, этот. Так, 8 палочек, 100 миллилитров. Ох ты, срок ароматизации более 12 недель. Конечно, я в этом очень сомневаюсь. Ну, посмотрим. В принципе, написано практически то же самое. Посмотрим. Значит, это жасмин, а это лаванда. Тюбики совершенно одинаковые. В принципе, жидкость более-менее прозрачная. Так, затем начиталась в интернете и также в газете, не помню, в какой я читала уже, про такой Гила Урол ЗД или 3Д ЗД. Крем-пудра для лица. Тройной эффект пудровый, матирующий, увлажняющий. В общем, попробуем. Говорят, очень хорошая штука. Хорошо увлажняет, ухаживает за кожей лица. В общем, буду пробовать. Тут вот способ применения указан. Нанести тонким слоем. Объем здесь 50 миллилитров. Вот здесь указано то, какой эффект оказывает нежнейшее увлажнение с пудровым и матирующим эффектом и так далее. Мощный комплекс увлажняющих и ухаживающих компонентов. В общем, посмотрим. Тюбик выглядит вот так. Ну, это обычный, в общем, 50 миллилитров. В общем, посмотрим. Потом обязательно расскажу, когда использую. И будет у меня видео «Пустые баночки». Я обязательно расскажу, стоит такое приобретать или нет. В общем, возникла необходимость подкрасить корни волос. Так как свою травяную краску с аромазона забрать мне пока не удалось. Планирую в ближайшее время поехать забрать. То просто мне не очень удобно, то девочке, у которой мне нужно забрать, ей не очень удобно. В общем, такая же фито-косметик, как и вот эта хна для бровей. Я взяла вот такую для волос. Темный каштан. Хочу попробовать закрасить корни волос, так как отросли. И пора бы их подкрасить. Но краской простой не хочу. Хочу пока какой-нибудь травяной попробовать. В общем, посмотрим, работает ли это хна или нет. Здесь 50 мл. Я взяла на свою голову целых 3. Лучше пусть останется, чем не хватит. Потом, конечно, расскажу про эффект, какой получится. И есть ли вообще смысл в такой крем-краске хне. В общем, в креме хне, вернее. Крем-краску я когда-то давно, давно, много лет назад, лет 12, наверное, или 13, я покупала в фиэкспрессе. В принципе, штука неплохая. Я красила волосы хорошо, но единственное, быстрее смывалась, чем вот обычная краска, скажем, ну, в обычном магазине, в том же Магнит Косметик, та же краска Сьез или что, она держится гораздо дольше. Я не помню уже, как краска для волос называлась в фиэкспрессе, но смывалась она быстрее. Но красила идеально, в принципе, по сути. Единственное, что приходилось, почаще обновлять цвет, то есть чаще краситься. Но это как бы вредит волосам. В общем, вот такие у меня сегодня покупочки в фиэкспрессе. Всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада.